Друзья, здравствуйте! Сегодня буду говорить о том, что она болела. Она болела, обида страшная на то, что сейчас уже в 21 веке, в 23 году происходит. Только сейчас отъехала машина, там было 3-4 саженца, Андрей, помощник Сергея, еще не было, попросил, чтобы я обрезал, я же все время ворчу, что надо больше резать. Он дает секат или трежь. Я отрезал, они были в горшках, примерно 50% кроны, и тут услышал из уст женщины. Она меня знает и говорит, что первое саженце покупала, когда я был на острове. Вспоминала, вспоминала. Ну, успели поменять место жительства, а значит, судьбу тех первых саженцев, которые я продавал 20-25 лет назад, она не знает. Но все-таки по памяти приехали, значит, обо мне хорошего мнения. Они купили саженце, и она произнесла такую фразу, Валерий Константинович, в майне уничтожены все яблони. То, что уничтожается, я знал, то, что уничтожены почти все, я знал, но моя фраза звучала страшно. Ну, то есть, сколько она знает, это уже повсеместно, знает вся майна, яблони нет. Когда я сказал, что это бактериальная болезнь, она говорит, да, я знаю, я вас считал, вас. Потому что до меня все валили на грибы, все официальные органы, все валили на грибы. По всей округе, включая Бензинск, Кабакан, по всей округе везде уничтожены крупноплодные яблоки. Дай бог, где таранетки остались. Катастрофа страшная, но она меня спрашивает, ну, я же вот фунгицидами, ну, я всем, я же этим, я тем. Назвала пять препаратов, из которых три я первый раз услышал. Почему она говорит, это же антибактериальный. Вот, жизнь сыграла, ты меня дожил. Вот, я сказал, бесполезно. Дальше я ее привел первый пример. Мне так обидно, что не было с собой вот этого же аппарата, который я в руках держу. Вот. Я сказал, первая причина, садят деревья без обрезки. Я говорю, вас это не шокирует, что я на ваших глазах уничтожу больше половины крона. Она говорит, нет, я вас знаю. Потом она спросила, а почему у вас не уничтожены в Красном хуторе? Я говорю, ну, что вы, разуйте глаза. Показал на все четыре стороны и сказал у всех, все до единого яблони уничтожены. Тогда почему у вас не уничтожены? Ну, первую причину я назвал, когда выращиваешь на месте, крона неповрежденная. Пересаживаешь, крону надо сокращать, потому что везде, по всей стране, миллионы, десятки миллионов саженцев с изувеченными корнями, с открытой корневой садится, не трогая крону. Жалкий ручеек струится по организму дерева. Иммунитет ноль. Ну, а тут вам, пожалуйста, и бактериальный рак. Бактериальный рак – это название звучное, но не научное. Ну, для страху, для одной страху я назвал не просто бактериальную болезнь, а бактериальный рак, чтобы боялись. Первую причину я назвал – это то, что садят без обрезки кроны, не регулируя, не делая, ну, не делая вот то, что называется, компенсировать недостаток корней. Несбалансированный саженец. Вторая причина – это страшная. Я нас признала, что да, я резал. Как жалко, что не было рядом вот этого фотоаппарата, который я сейчас снимаю. Ой-ка, как жалко, да, я тоже резал. Ну, что ж теперь это? А потом, говорю, все ваши эти прибабачки, все эти ваши даже бактериальные. То, что используют люди, это что за самое. Не помогло. А может, еще поможет, деревья умирают, то еще живы. Пожалуйста. Ну, это, резали-резали. Теперь как резать? Самая подлая вещь на свете, сейчас мы с вами потащить будем, это схема, которая используется в сотнях публикаций. И самое страшное, она, по-моему, есть, выпубликована на сайте самого, самой Тимирецкой академии. Я посчитал, там дерево порядка 80-летнее. Не 80 лет, а 8-10 лет имеет схему. Вот. И там от черточки, 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 якобы лишние ветки. И оказалось, что профессора Тимирецкой академии, значит, академики, выпускники Тимирецкой академии, вот, они не знают, что такое лишние ветки и почему у дерева они якобы лишние. Вот. Рассказываю на конкретном примере, потом объясню. Итак, вот здесь вы видите основание штамбы. Вот эти ветки, которые две слева, вот только правые, имеют правое существование. Вот эти чуть в сторону глядели. И лезли, это, а, это сенец, сенец. Это сикатолинский абрикос. Это сенец. Они чуть в сторону, они даже были уничтожены. Что интересно, нарисована схема уничтожения лишних веток не на одно, не на двух, а именно на десятилетнем дереве. Взрослым, сложившимся скелетом, все. Нет, вот такие ветки, вот, которые, видите, внизу, я должен был их отпилить. Вот. И запустить сюда выпускников Тимирецки. Помните моих оппонентов? Вот. Они бы сразу бы, или отругали бы хозяев, и приказали отрезать, или сами бы взяли пил и отпилили бы вот это, а значит 50% крови. Вот. Они не знают, для чего нужны нижние скелетные ветки. Вот. И они не знают, для чего нужны максимальное количество, максимальная площадь листьев. Вот. Каждый лист – это фотосинтез. Так, друзья, пришлось бегать за стулом. Разговор серьезный. Снова сажусь возле двух деревьев. Посмотрите, как они не похожи. Чтобы не прерывать мысли, скажу так, что известна, но как-то странная информация. Вроде знают все. Фотосинтез существует. Результат фотосинтеза – глюкоза. Вот. И представим себе теперь дерево, которое растет в природе. Они не знают ни ученые, ни эти, в кавычках, специалисты, которые находят вечно лишние ветки. А вот просто растет себе дерево. Вот. Оно занимает площадь, под ним всегда тень. И почти ничего не всходит из косточек, семечек, которые с этого дерева падают. Вот. Но случается чудо. Надо что интересовать животных. Как правило, это, может быть, коза, косуля, лось. Птицы клюют. Все любят. Значит, буквально раздербанивают те же абрикосы. Раздербанивают осы, пчелы. Так, кажется, нам поговорить не дадут. Если сейчас стройка не замолчит, значит, дальше говорить бесполезно. Ну, выключи ты, пожалуйста. Так, кажется, выключил. Так, тогда мы продолжим. Значит, итак, оно, рядом нет этих садистов с секаторами. И оно занимается тем, что должно дать потомство. И это потомство должно распространиться. На одном дереве плоды чуть-чуть менее сладкие, на другом более сладкие. Вопрос возникает, какое дерево будет объедено плоды, наверное, которые более сладкие. Что такое сладкие? Это дерево произвело больше глюкозы. Как это могло случиться? Больше глюкозы, это значит, была площадь зеленых листьев. Ну, почему вот это не увязали? Рассказывая про фотосинтез в школьном учебнике биологии, вот это вот не увязали таким вот образом, чтобы понимали люди, что не люди послужили причиной, так, проверяю, запись идет, послужили причиной того, что произошел отбор пользы сладости. Нет. Это сделала природа вместе со своими помощниками, осами, пчелами, муравьями. Подчеркиваю, муравьями. Самое ценное в ваших садах существо – это муравей. Запомнили? Вот. Дальше. Это животные, это птицы, все, кто любят вкусное, сладкое. Итак, в первую очередь в распространении получают сладкие плоды. Откуда берется сладость? Повторяю, от площади листьев. Не имея об этом представления, ради этих самых серебрянников, ради лайков, ради этих полчасовых заработков, вот сейчас полчаса буду выдумывать лишние ветки. Вот. Вот это произошло жуткое. И эта женщина призналась час назад, что да, она резала свои деревья, а потом лечила. Вот это самое жуткое, что искалечить дерево, а потом в аптеку, уже в аптеку человеческую набрать этих самых противобактериальных средств и давай поливать дерево. Зачем калечила? Искалечила вся страна. Исчезли вишни, исчезли яблони. Сейчас это, кругом рассказывают ужасы про груши. Да сколько же можно? Ну хотя бы это остановить, хотя бы это. Давайте после этого эмоционального вскрика. Смотрите. Итак, нижние скелетные ветки. Жуть, как их ненавидят. Вот полметра и метр, вот метр, смотрите. Вот это должно быть голо. Почему вот это вот, не я садил, природа, вот я семечку посадил, сюда и сюда. Почему такие разные деревья? У них условия одинаковые, а деревья разные. А скелет разный. А потому? Потому что у них все равно родители, деды, бабки. Вот посмотрите, какое оно. Почему оно вертикальное? Вот. Да потому что оно миллионы лет, это сихоталинский абрикос, жило в глухой тайге. Там, чтобы выбраться на волю, надо было тянуть шею, вот эта шея, тянуть вот эти ветки, вот это просто, это восьмилетние деревья. Это восемь, этому семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Тянуться вверх. И теперь за миллионы лет это вошло в генную память. И на всю жизнь вот это осталось. Вот ее родственники. Тоже сихоталинские такие. Посмотрите, куда они лезут. Посмотрите. Вот туда посмотрите. Вот туда посмотрите. Вот туда. Вот туда. Вот туда. Видели? Туда, к свету. Нет, не имеют права, не положено. Вот. Люди абсолютно неграмотные, совершенно. Они взялись учить всю страну. И для этого они для начала прикажут или сами возьмут пилу и заподлицо, страшные раны. И это показывают по телевидению десятки, сотни раз. Это мастер-классы. Вот такую ветку надо боковой обязательно отрезать. А по этой ветке струится точно такой же раствор. Ну какой? Сладкий. Вот эта ветка низко расположенная кормит глюкозой. Не вот эту, смотрите, не вот эту боковую ветку, не вот эту. Не вот эту. А корни. Вот там сама сладость. Там глюкозой пропитана вся почва. И когда глюкоза пропитана почва, там рай для червей, для грибов. Для этих самых, для муравьев. Там жизнь кипит. Вот оно. Нет глюкозы, ни черта нет. И сладких этих. И вы представляете, отрезав эту ветку, теряется, даже если она не сразу погибнет, но уже потеряла часть глюкозы. Вы понимаете это, что пусть эта ветка не плодоносит, к примеру, она моложе, да? Но она же глюкозу дает. Вот кто это поймет, что вот нельзя отрезать. Как сложилось, что я не могу 20 лет убеждений, не могу никого убедить. А тысячу к одному, если брать мои вопли и холодное рассуждение убийцы деревьев. Ну, с боковой веткой разобрались. Хоть вас, кто меня слышит, но убедитесь, что не отрезайте ее. Если уж сама жизнь заставят отрезать, жизнь так бывает, вот тут режьте. Не тут, никогда, вот тут режьте. Вот это вот останется в виде пробки. Тут еще, может быть, возродится, какие-то побеги появятся, но это ладно. Теперь соседнее дерево, оно более сложно устроено. Как? Вот сейчас даже взял вот эту палку, и теперь она будет указкой, этой палкой бы кого следует. Смотрите, вот две боковые ветки, а на схеме было примерно, это еще, ладно, это 8-летнее дерево, посадка 15-го года. Да? Вот это вот. А там-то 10-летнее дерево нарисовано. И там приказано вот эти ветки отрезать, тоже боковые. Страшные раны, жуть, глупость, невероятно. Вот. Ладно, они и лишние, вы понимаете, вот там положено быть и все. Ладно, вот там, вот пошли ветки. Потом полагается вот эти вот, это волчок, не имеет права, вот там, вот за вот этим вот. Это 8 лет назад, вот до сюда. Это 7 лет назад, и только там полагается расти. А она вылезла вот это вот, волчок, уничтожить. А она пусть и никогда плодоносить не будет, возможно. Но что она делает? Она глюкоза, производство глюкозы. Вот эта глюкоза пошла куда? В основной штаб. Еще раз. Глюкозу производят не только ветки, которые с плодами. Вы хоть знаете, что чем больше площадь листьев, тем более сладкие плоды. Потому что и те ветки, которые не производят плоды, и те, которые производят плоды, они все работают на плоды. Кто там? Можно секатор? Секатор? А у меня особо нету его. А нету. А ты что будешь делать? Ну, это маме. А, маме? Так, вон там тазик красный увидишь, в беседке, там увидишь секатор, возьмешь. Вот, смотри. Так, развелось садоводов. Ладно, поехали дальше. Итак, значит, продолжаем. Смотрите. Я был вынужден отрезать ветки. Скажете, ну зачем же ты отрезал? Ведь это же глюкоза, сам ты сейчас говорил. Ну, тут есть другая причина. Места у меня нету. В стране для моего сада места нету. Вот видите, прямо вот посреди. Я говорю, почва вокруг сада должна быть не тронута. А вчера Юля, моя племянница, раскопала, видели в том фильме, и посадила привитые персики. Привила их за столом и посадила. Вот они, видите? И ради этого, чтобы не заслоняло, пришлось вот это вот отрезать. Видите? Это вынуждена мера в саду, где тесниться, тесниться приходится. А так бы, не-не-не-не-не. И, если бы они не мешали бы вот этому вот грядке, они были бы не тронуты. И так, если вынуждена мера, никаких ран на кольцо. Никаких ран за поднесло составом. Вот мне повезло. Смотрите. Обязательно нужно уничтожить вот эту ветку. Вот смотрите, я вам целиком показываю ее, да. Она плодоносящая. Вот вы видите рану. Откуда рана? Догадались? Перекрещивается. Вот она. Она вот так вот гуляла, 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 гуляла. Вот показываю. И получилась вот эта мозоль. Так вот. Официально заявляю. За свою жизнь я видел их добрую сотню вот таких. Ни одну не отрезал. Вам не советую. Всегда заживает. Вот. И зачем лишнюю ветку отрезать, когда она плодоносит? Ну, мало того, что я вот тут бы, если бы уж совсем было бы, действительно, было бы правда, что это вредно. Она заросла, вот это вот, и все. Просто заросла. Нет. Чуть не сказал. Нехорошее слово. Вот тут полагается отрезать. Вот тут, понимаете. Вот что страшно. Только потому, что она перекрещивается. Видели? Обидно, страшно за эту дурь. Да. Вот это вот, видите. Вот это живица. Это кометь. По-научному кометь, по-простому живица. Вот она, видите. Что надо делать? Она залечила рану. И теперь она, это дерево, будет еще десятки лет. Нет, полагается взять нож, вырезать, сделать жуткую рану и начинать ее обрабатывать. А это, вначале ее надо протравить, а потом замазать. И с 19 века, когда кроме коровьего дерьма ничего не знали, И до 21 века, вроде бы, самый передовой человек в этом книге пишет. Вот. Кругом статьи, кругом это. Ух, какой грамотный. Вырезать и замазать коровьим дерьмом. Вот как научили их деды, как научили преподаватели, 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 я не знаю, Тебя Рябинская академия, наверное, давно уже, может, лет сто существует. И так до сих пор не могут перестроиться, до сих пор коровье дерьмо. А главное, это не это. Неважно, коровье дерьмо, фунгициды, вот, там, садовый вар. Ничего, просто не надо, не трожьте. Вот этот момент еще, раз уж мы взяли за это дерево. Вот видите, веточка? Вот, она сухая. Я обрезал, но как? Вот я столько оставил, для того, чтобы вот здесь не было рана. Ну, еще давайте посмотрим теперь со стороны. Что бы еще? А, полагается, еще что отрезать? Господи, боже мой. Ну, вот эти вот, вот, это вот, то, что вы видите, загущение. Жуткое дикое загущение. Тоже положено отрезать ветку? Да, и на полном серьезе. Девять видов веток, якобы ненужных, изобрела в Тренинградской академии. Это невероятно, это жуть, это страшная вещь, ребята. Вот. Ну, выговорился, кажется. Кажется, кажется. Устаю от этого, сердце начинает трепыхать, когда я пытаюсь заступаться за деревья. Вот так вот. Посмотреть теперь со стороны. Давайте. Вот это вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Раз, два, три, четыре. Посмотрите, какие они все разные. Все, все, все. Двух одинаковых нет. Какой идиот, я уже других слов придумал, когда-то, что у них у всех должны быть одинаковые метровые штаммы. Какой идиот? Тут одинаковых-то нету. Кто за природу решил? Кто? Кто решил, что вот эта ветка не должна быть вот так, как сейчас? Ну, растет себе, растет. Ну, оставьте его в покое. Вы урожаи видели? Если бы она... Я сейчас закончу, причем закончить, когда это все все равно будет входить в энциклопедии, в эти монографии, но уже, скорее всего, до второго века, когда не только меня не будет, и детей моих, и внуков не будет. Тогда дозреет наше общество для чего? Чтобы сказать следующую фразу, которую в 21 веке, начало 21 века, проповедует Железа Валерий Константинович. Итак, никакими ухищрениями, никакими обрезками, перекопкой почвы, поливами обильными, подкормками. Ничем невозможно никогда увеличить производительность дерева, плодовитость, даже на один миллиграмм против того, который заложен в природе. А что из этого следует? Из этого следует все это напрасно. Все, чем занимается наука, чем били в голову миллионов людей, о том, что вот эти вот, видите, сколько веток, о том, что они все вредные. Половина из них. Такие половины, 9 видов веток. Все увидел, кометь. Могу успокоиться, вот она. Рана была, рана зажила. Все. Не трожьте ее. Это не болезнь. Официальные источники. В институтах проходят, в университетах. С ума сошли. Сухометь это болезнь. Ничего не видят, ничего не понимают. Долго ругался, вот еще одну вижу. Да. Сигатайлинские горы, это такой же климат, как мои. Вот эти вот Саянские горы. И деревья здесь нелегко. Смотрите. Вот Морозобоина. Вот это вот. Вы можете взять вот так вот. Почему? Ну, парадонтост, прочее. Можно, да, немножко полечиться. Вот. Ну, у меня есть что есть. Я беру. А здесь же ранка. Я только, видишь, приляпаю обратно. Что-то будете для пример брать. Видите? И обратно прилепил. Рана зажила. Все, оставьте ее в покое. Для таких здесь, знаете, сколько? Смотрите. И если каждую еще к тому же вырезать, а те, кто настоящего-то абрикосового сада не видел, вот, они учились по учебникам, сами-то нихрена не знают. Вот. Поэтому не понимают масштабы бедствия, которые они научили миллионы простых садоводам. Еще раз говорю. Не масштабы учебы, а масштабы бедствия жуткого. В Европе уничтожены все вишни. В моем регионе уничтожены все яблони. Конечно, виноваты привозные саженцы. Страшная эта вещь, которая привезли сюда бактериальную болезнь. Больше некому. У нас яблони в рай был. Продавали яблоки в соседние регионы. Вплоть до Норильска. Мы, жители Хакасии. Ну, а чем кончилось? Вот, костры из яблони. Все, друзья, заканчиваю. Дальше у меня не хватает нервов. Дальше не хватает нервов. Давайте, пока. Субтитры сделал DimaTorzok